МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О чем еще договорились президент Татарстана и губернатор Тюменской области, освещает София Хайрулина. Излюбленное место отдыха высохло за неделю. Прямо рыбу руками сыграл. А вон на той стороне мертвый лежит. Куда пропала вода из чебоксы? И что по этому поводу думает прокуратура, знает Сергей Хайдаров. От любви до разлуки. Подъехала к дому, угрожая баллончиком газовым, насильно увозит детей. Жительница Казани просит помочь найти ее детей. Как и почему они оказались в другой стране, ответы искал Рамиль Шайдулин. Ходят мыться в гости и экономят каждую каплю. То это плановое отключение, то достаточное количество людей принимает огород. Почему в столбищах каждое лето пересыхают трубы, разбиралась Анна Городнова. Больше татарстанцев смогут направить на обследование и лечение в Тюменский центр нейрохирургии. Рустам Яниханов такую задачу сегодня поставил перед Минздравом республики. Президент находится с рабочим визитом в области. Договоренности есть не только по медицине, но и по поставкам нефтегазового оборудования, увеличению торгового оборота. София Хайрулина расскажет, как регионы могут быть полезны друг другу. Рустам Яниханов в центре нейрохирургии Тюмени еще 9 лет назад на этом месте было пастбище для лошадей. А сегодня супероснащенная клиника мирового уровня. Ему показывают ноу-хау центра. Гибридная интеллектуальная операционная с компьютерным томографом. За 9 лет 28 тысяч операций. Этого нигде нет. И в мире буквально тоже несколько центров. 1, 2, 3, которые вообще владеют технологией именно 3D. Уже в этом году 20 татарстанцев за ОМС прошли здесь лечение. Рустам Яниханов поручил Минздраву увеличить эту цифру. Важно, чтобы и татарстанцы имели возможность получать медицинскую помощь по мировым стандартам. В федеральном центре нейрохирургии в год проводится до 4000 операций. С 2010 года здесь побывало больше тысячи врачей из 35 стран мира. Нейрохирурги с разных континентов едут в Сибирь за передовым опытом. Чтобы перенять мировые технологии, татарстан совместно с федеральным центром разработали образовательную программу. И уже в этом году выпускники Казанского федерального университета начнут обучение на базе федерального центра под руководством профессора Суфианова. На самом деле, республика Татарстан – это очень значимая республика для Российской Федерации. Поэтому, конечно, повышение доступности высоко-технической медицинской помощи, в частности, в области нейрохирургии – это очень важный аспект. Мы в 2018 году приготовились. Хорошо, конечно, они готовились и у нас, и в федеральных центрах москвы. А это уже сибирский тренинговый центр Шлюмберже. На его базе нефтяники повышают квалификацию в год 6000 человек. Семь студентов из Татарстана. Нужно больше, сказал Рустам Миниханов. На заводе нефтепромыслового оборудования Рустама Миниханова заинтересовали технологии производства силовых насосов для скважин. Как будут наращивать объемы товара оборота, и не только, говорят уже на встрече с губернатором Александром Мором. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве. Мы очень много учимся в Республике Татарстан, потому что Республика Татарстан по многим позициям являлась и является лидером Российской Федерации. Родная речь, национальная еда и традиция – это уже местный татарский центр. Активисты, ученые, учителя рассказали президенту о работе по сохранению историко-культурного наследия сибирских татар. Говорили спасибо за поддержку и просили содействия в развитии проектов. Наша задача – властных структур создать условия, чтобы этой истории большой нашей России сохранить вот эти культурные объекты, сохранить традиции – это же красиво. Госнаграда за вклад в сохранение наследия татарского народа – это уже финал большой встречи. София Хайрулина, Рустам Салтукиев, ТНВ, Тюмень. Оставляют письма без ответа, не приходят на прием граждан, копят вопросы годами. Исполняется ли закон об обращении граждан? Это сегодня обсуждали на выездном заседании президиума Госсовета Татарстана в Лаишево и решали, как сделать так, чтобы власть на местах была ближе к народу. Что для этого предпримут, выслушала Зарина Ахметова. Прием практически в каждом окне МФЦ в Лаишево открылся всего пару лет назад. Сейчас местные жители вздохнули с облегчением. Насущные проблемы решаются быстро и без очереди. Я езжу только сюда. Здесь, видите, в общем, все условия. В этом убедились и депутаты республики. Однако оперативность и заинтересованность, как они отмечают, присущи не всем учреждениям. Чаще всего ведомство игнорирует срок рассмотрения обращения. По закону он составляет 30 дней. А ответы о том, что письмо гражданина получено и будет рассмотрено, иногда человеку вообще не отправляют. Как исполняется закон? Этому посвятили в выездное заседание президиума Госсовета. Люди жалуются на то, что не могут попасть к главам районов. Вынуждены обивать пороги. Пишут в министерство ведомства. Получают формальные отписки. Так в черном списке оказались Казань, Челны, Ознакаево, Буинск, Заинск, Опастовские и Медзелинские районы. А еще Елабуга. Руководитель исполнительного комитета муниципального образования города Елабуга, Морданов, не дал ответ на три обращения граждан. В Бугульме обещанного ремонта слива воды на одной из улиц ждут уже пять лет. В стандартных отписках меняется только дата. Последнее письмо от граждан пришло в мае 2019 года. Обратились к нашему депутату с точно таким же ответом. То есть они даже не удосуживаются, к сожалению, некоторые работники, да, ну, хоть что-то новое внести в ответ. В прошлом году депутаты Госсовета рассмотрели почти три тысячи обращений. Постоянно проводятся мероприятия по повышению эффективности работы с письмами, заявлениями граждан, применению новых форм работы с предложениями, жалобами и запросами населения, организацией качественного и оперативного рассмотрения обращений. Это забота о людях. И мы должны, чтобы эта система работала без сбоев. Ответственность в этой работе у конкретных должностных лиц надо поднимать. А значит, одного контроля недостаточно, должна возрасти и мера ответственности. Так, прокурор республики предложил не ограничивать наказание за нарушение штрафом, а в крайнем случае отстранять от должности. Зарина Ахмедова, Ринат Сафин, ТНВ, Лаишевский район. Купальный сезон в Татарстане на грани срыва. Из 11 пляжей республики только два готовы к приему отдыхающих, а позади уже 20 дней лета. Об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Марина Потяшина. Пока приняты пляжи Альметьевска и Нижнекамска. Остальные не прошли санитарную проверку. Здесь можно подцепить кишечную инфекцию, гепатит А и даже холеру. Только в этом году, по данным МЧС, из-за купания в неположенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения, на воде уже погибли 14 человек. Это на два больше, чем за этот же период прошлого года. В адрес глав муниципальных образований и эксплуатирующих организаций было направлено письмо о необходимости установки аншлагов о запрете купания. Информация о качестве воды водоемов еженедельно размещается на нашем сайте и доводится также на население через средства массовой информации. Купание в несанкционированных местах, еще раз повторяю, не допускается, так как это представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей. Много воды утекло, а вместе с тем высох водоем и погибла рыба. В нашу редакцию обратились жители поселка Чебокса. Дело в том, что одноименный водоем, излюбленное место местных рыбаков, обмелел за считанные дни. В интернете даже появились ролики, как люди буквально собирают рыбу руками. На месте уже побывали экологи и сотрудники природоохранной прокуратуры. Что они выяснили и кого винят в произошедшем, знает Сергей Хайдаров. Вот видите кустарник там. А почему Африка? Ну не знаю, всю жизнь так называли Африка. Там прямо вот с этого бугра прыгали всегда, разбегались, прыгали и дна не доставали. Кажется, Константин Никешин знает здесь каждый сантиметр. Живет в поселке неподалеку уже 27 лет. Помнит, как еще ребенком плавал с друзьями в Чебоксе. Говорит, это как маленький курорт для местных. Большая рыба здесь водится? Да, здесь хорошие гибриды были крупные. Ключевое здесь слово «были». Мужчина рассказывает, вода из водоема ушла за неделю. Рыба осталась умирать на иле, рыбаки этим воспользовались. Вот же поддоны люди черпали тут, собирали. Прямо рыбу руками собирали? А вон на той стороне мертвый лежит. Мы проверили, и рыба тут действительно есть. Даже плещется среди мертвой. Сколько воды утекло здесь, в Чебоксе, за последнее время даже сложно представить. Только посмотрите, какая огромная здесь территория. Для того, чтобы вы понимали масштабы, прямо сейчас я нахожусь на месте, где когда-то была 10-метровая глубина. Если оказаться здесь, прямо в самом центре этого водоема, то можно увидеть, что вода по-прежнему продолжает куда-то уходить. Прямо в этот сток. Целый день здесь работают сотрудники водоканала. Приехали десятки людей и несколько единиц техники. Что же на самом деле произошло с Чебоксой, водоканали нам все-таки рассказали. Спустили воду, чтобы починить задвижку. Иначе никак. Якобы сломали ее сами рыбаки. Несанкционированное было проникновение в колодец, где находится запорная арматура. Ее сломали и часть оборудования украли. Накануне здесь побывали экологи и природоохранная прокуратура. Началась проверка. Первоочередно мы будем рассматривать вопрос о привлечении к установленной ответственности должностных лиц. В том числе и контролирующих органов, и органов местного самоправления. Задвижку сотрудники водоканала заменят уже сегодня. И скорее всего завтра воду уже пустят. Заполнится водоем должен уже за пару недель. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Вспышка мышиной лихорадки. В соцсетях появились сообщения о якобы начавшейся эпидемии в Татарстане. Пациенты инфекционной больницы пишут, что подхватили лихорадку на соревнованиях под Казанью и на прогулке в Горькинском-Метинском лесу. В Минздраве категорично заявили, случаев массовых заболеваний нет. В этом году мышиную лихорадку выявили у 106 человек. К примеру, за аналогичный период прошлого года заболевших было 105. Заболевание мышиной лихорадкой, так называемое, оно было ожидаемое. Каждый год у нас идет подъем заболеваемости в мае и июне. И заболеваемость пока у нас держится на уровне среднего многолетнего. То есть сказать, что сейчас идет вспышка, у нас такого нет. В пригороде Казани началась сезонная засуха. Жители сел говорят, давление воды в кранах резко падает с наступлением дачного периода. Сегодня к нам обратились жители соципотечного дома в Столбищах. Говорят, почти два месяца живут без воды. Когда напор в водопроводе повысят, выясняла Анна Граднова. Моем руки, бережем каждую капельку, чтобы у нас потом было чем смывать туалет. Почти два месяца семья Вафинах живет на канистрах. Умылись, помыли посуду, накопили на смыв унитаза. Это то плановое отключение, то достаточное количество людей поливает огород, жарко. Лекарство запьешь. Дом на совхозной соципотечной. Здесь живут семьи с детьми и два ветерана войны. Нужно ухаживать за лежачими больными. Очень тяжело. И попить, и покушать надо, и помыть ее надо тоже. В первой этаже еще более-менее немножко самотеком тонко струк течет. Нам приходят люди, набирают воду. Кто-то моется. Мы не против это как бы сплачивать с одной стороны. С другой стороны это же какая-то, ну, уже какая-то дикость получается. Вчера насос вышел из строя, сегодня мы его будем менять. В летнее время, говорят в управляющей компании, насосы с подкачкой воды не справляются. Давление в сетях слабое, на трассах аварии. Сегодня пообещали заменить оборудование. Поставщиком услуги Лаишский коммунальный сервис ведутся работы по переподключению данного дома к другой трассе, к другой скважине с целью повышения давления. А нами, как управляющей компании, ведутся работы по замене и ремонту насосной станции. Перебой с водой – проблема не только многоквартирных домов, но и частного сектора, у кого нет своей скважины. Каждое лето жители Столбейш тратят не одну тысячу рублей на бутулированную воду из магазина. Иногда спасает вот эта единственная колонка. Сейчас проверим напор. Вот, как мы видим, он слабый. А к вечеру вода и вовсе пропадает, когда дачники начинают массово поливать свои огороды. Водопровод Столбейших проложили еще в 70-х. Он пришел в негодность, рассказал нам глава сельского поселения. По республиканской программе заменили уже 6 километров сетей. Людей просят потерпеть еще немного. Установили две новых водонапорных башни и скважины. На этот год также запланирована прокладка новых водопроводов по улицам в продолжении этой программы. Поэтому на период подключения, переподключения, врезки, переврезки водопроводов со старого на новый происходят. Вот такие вынужденные отключения. Этим летом работы еще не закончат. Восполнить дефицит воды пообещали ближе к октябрю. Анна Городнова, Игорь Романов, Ренат Сафин, ТНВ, Лаишевский район. Напоминаю, в нашей редакции есть ватсап. Его номер 8-987-420-0101. Сообщение принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Свидетелями необычного природного явления стали жители Сарманово. На их глазах сильный ветер поднял столбы пыли и песка над землей. И при этом была нулевая видимость. Очевидцы выложили эти кадры в соцсети. Мы сегодня связались с синоптиками и спросили, такое возможно в нашей полосе. Или это видео фейк. Пыльная буря, которая уже наблюдалась, она могла быть именно вчера на восточной части республики Таштан. Так как были соответствующие ветровые условия. Ветер составлял от 17 до 23 метров в секунду. Поэтому, естественно, переметание частичек пыли, грунта, легкого взвеса, он был возможен. Это новости Татарстана и далее в выпуске. От любви до разлуки. Подъехала к дому и угрожая баллончиком газовым насильно возле детей. Жительница Казани просит помочь найти ее детей. Как и почему они оказались в другой стране, ответы искал Рамин Шайдулин. Сбор подарков на Сабантуй. Хотим поднять настроение горожанам, чтобы они в преддверии нашего большого любимого праздника в Сабантуй жили в семье. Как он будет проходить в столице, расскажет Салават Кафамадуля. Создать в России большие территории, опережающие социально-экономическое развитие. Об этом говорили сегодня в Москве в Доме правительства на заседании комиссии по региональному развитию. От Татарстана участвовал Алексей Писошин. Экономические зоны с ольгодным налоговым режимом используются спросом у инвесторов. Сейчас их в России более ста. Основная тема встречи – финансирование нацпроектов в регионах. На их реализацию, а также в целом на межбюджетные трансферты предусмотрено 2 триллиона 372 миллиарда рублей. Деньги должны дойти до каждого муниципалитета вовремя, заявили сегодня в Доме правительства. Для достижения целей у нас заданные сроки. Важная задача, знаете, отрегулировать бюджетные отношения таким образом, чтобы максимально сжатые сроки довести денежные средства до конкретных исполнителей. Вот это сейчас наша с вами задача. Часто разводится, становится больше неполных семей и при этом падает рождаемость. Сегодня эти и другие проблемы рассмотрели в общественной палате Татарстана. Особое внимание спикеры уделили занятости и переподготовке молодых родителей, развитию центров помощи для женщин и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Обострить тему должен фестиваль «Татарстан за жизнь». Он пройдет в Казани в конце октября. Цель фестиваля – собрать наиболее эффективные социальные технологии в защиту семейных ценностей, традиционных семейных ценностей, которые на данный момент у нас утрачиваются, к сожалению. В связи с этим у нас как раз кризис семьи, демографический кризис, в том числе и в республике Татарстан. Рождаемость падает четвертый год подряд. Близится к развязке скандальная история с вывозом детей в Казахстан. Напомним, уже неделю мама двоих мальчиков Айгуль Зайнулина просит общественности и правоохранительные органы помочь ей вернуть детей домой. Первыми об этом узнали пользователи соцсетей. Там Айгуль сообщила, детей без ее ведома увез их отец. По решению суда мальчики должны жить у мамы и периодически видеться с ее экс-супругом. В нашем эксклюзивном материале Рами Шайдулин о том, какой поворот приняла история после вмешательства судебных приставов. Он вам не даст жить, мы ничего не можем. Фотографии в компьютере, да редкие телефонные разговоры. Вот что сейчас дает Айгуль Зайнулиной надежду на то, что с ее сыновьями все в порядке. Она рассказывает неделю назад, когда сама Айгуль была на гастролях, а дети с родственниками, 9-летнего Амирхана и 10-летнего Тамерлана забрал и увез их отец. Без вещей, без средств гигиены, просто людей напугав, детей напугав, увез. И скрылся неизвестное направление. Сейчас я узнала, что мои дети с бывшим мужем находятся в Казахстане. Узнав об этом, она выступила в соцсетях, обратилась в полицию и прокуратуру. Женщина считает, это прямое нарушение закона. На руках решения Советского суда Казани, по нему сыновья должны жить с ней. С отцом они могут видеться 4 дня в месяц и 28 дней во время летних каникул. Но только с разрешения мамы, по сути, детей лишили привычных им условий. Родного двора и прогулок с друзьями. И до сих пор ни мама, ни ее ближайшее окружение не знают, где действительно сейчас находятся дети. И есть ли там такие условия, это выясняют республиканские инстанции. А в случае, если действительно установится факт хищения, то в рамках уголовно-профессуальной законодательства будет просматриваться вопрос, вплоть до возбуждения уголовного дела в отношении бывшего супруга. Это соглашение на твою мать сделано, что она может вывозить, но не ты. На три года. Экс-супруги встретились у судебных приставов. Оказалось, что мужчина действительно оставил детей у мамы в Казахстане, а сам вернулся в Казань, где и объяснил приставам свою позицию, считая, что вправе вывозить детей из страны. В объяснении сказано, что и сама супруга лишала его возможности встречи с детьми в дни, положенные законом. Сама Айгуль уверяет, лишала не она. В эти дни сыновья активно выступали на мероприятии. Так как в дни летних каникул, 28 календарных дней, суд советского района определил мне, со мной пребывание детей. И плюс пять дней за май, который не исполнила по решению суда, за Айгуль и мои дети будут находиться эти дни со мной. Только приставы требуют, чтобы отец привез детей обратно, так как он нарушил постановление суда. В рамках исполнительного производства приставам вручено требование. Шестидневный срок со дня вручения требования вернуть детей на территорию Российской Федерации. Неисполнение данного требования влечет за собой ответственность. У мужчины меньше недели, столько же и у бывшей жены до встречи с детьми. Детей пока со мной нет. Я много лет верила этому человеку. И даже в этой ситуации, до вчерашнего дня он мне звонил, говорил, что давай договоримся, давай мирно решим. Потом идет к приставам и пишет на меня заявление. Что сейчас с сыновьями, по словам Айгуль Зайнулиной, ей остается догадываться. Уже несколько суток она не может с ними связаться. Рамиль Шайдуль, Нишат Мухаммедов, Данил Филатов и Александр Лобанов. ДНВ. Казань. Какие-то тарстанские критерии бедности распространят на всю Россию. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Решила разнообразить свою жизнь. В интернете появился забавный видеоролик, катающийся на качелях вороны. Хитрая птица нашла способ, как скоротать время, и разобравшись с устройством на детской площадке, устроила себе веселый аттракцион на глазах у прохожих. Кольных. А что ты нас красит? Так никто не пришел больше, да? Казань готовится встретить с Абантуй. Чем удивить гостей, что подарить участникам гуляния. С завтрашнего дня в городе начнутся традиционные обряды сбора подарков на праздник. Не удивляйтесь лошадям с повозками и шестам с вышитыми полотенцами. Бизнес-встречи, деловые круки и автомобили. Уже 21 июня здесь все это сменят. Лошади, всадники и повозки. Так министр Абантуевым отсюда начнется 21 июня сбор подарков. Старт колонны в 11 часов. Она пройдет по улицам Карла Маркса, Пушкина и Татарстана. Остановки у театра оперы и балеты и перед Камаловским театром. Шествие сбора подарков как раз от начала до конечной точки будет сопровождаться музыкальными номерами, песнями, танцами. Дороги перекрываться не будут. Свои подарки приготовили уже больше 50 городских предприятий. Принимается практически все. Напомним, Казанский Самантуй пройдет 23 июня и все презенты передадут победителям игр и интерактивов на празднике. Пять гужевых повозок со всадниками, несущих флагшток с Абантуей, будут идти впереди. Хотим поднять настроение горожанам, чтобы они в преддверии нашего большого любимого праздника в Абантуе жили и все дни. Прийти сюда и принести подарок или стать частью традиции может любой желающий. Кульминация здесь, на Старо-Татарской Слободе в 12.40-21 июня. Слават Нухмадуллин, Денифоватов, ТНВ, Казань. МХАТ на Казанский лад. Сегодня в Качаловской съехались известные московские театралы, чтобы представить свой новый спектакль «Самоубийцы». Популярные актеры и творческие лидеры. Среди них и художественный руководитель театра имени Чехова. Ожидается, что ему сегодня вручат так называемый «Казанский Оскар» статуэтку Качалова. Сейчас в театре работает Рамиль Шайдулин. Рамиль, расскажи, как все проходит? Да, добрый вечер, Даяна. С минуты на минуту зрители начнут покидать зал, но только на время. Время антракта. Сегодня в сценах Качаловского известная театральная постановка на пьесу Эргмана «Самоубийца». Но о ней чуть позже. Сначала расскажем о том, кто привез ее сюда. Московский театр, студия театрального искусства, во главе которой известный режиссер Сергей Женовач, известный режиссер, заслуженный деятель искусства. И уж он-то точно знает, что такое настоящий театр, о чем охотно поделился со зрителями прямо перед началом спектакля. Давайте послушаем, о чем шла речь в формате «Вопрос-ответ». Скажу банально, талантливый человек. Потому что, я думаю, что он был профессиональный артист или человек театра, что большая часть нашей жизни мы проводим в репетициях, мы проводим в театре. Да, так уж заведено, так все устроено. И хочется общаться с талантливыми людьми, с интересными людьми. Да, вот такого мнения мастер в настоящем артисте театра. И с этим, наверное, трудно не согласиться. Стоит только посмотреть на то, кто сегодня вышел на сцену. На сцене целая когорта известных актеров как театра, так и кино. Но в их копилке, например, такие хиты, как «Утомленный солнцем-2» или «Духлес». В общем, зрители с неохотой отпускают их на антракт и с нетерпением ждут обратно. Чем занимаемся мы, тоже ждем. На этом у меня все. Даяна. Спасибо, Рамиль. На такой творческой ноте мы завершаем выпуск. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Шахматная корона остается в России. Сегодня в Казани завершился двухнедельный турнир претенденток по шахматам среди женщин. Напомню, что чемпионкой досрочно за два тура стала наша соотечественница Александра Горячкина. Помимо премии в 200 тысяч евро, 20-летняя шахматистка завоевала право сыграть в финале против действующей чемпионки китаянки Цзуи Вэньцзунь. Всего на казанском этапе соревновалось 8 претенденток, среди которых 4 россиянки, 2 представительницы Украины, по одной шахматистке из Грузии и Китая. Думаю, что такой формат турнира претендентов для нынешнего премии, для нынешней шахматной эпохи является наилучшим. И именно в самой трудной борьбе шахматистки показывают свои самые лучшие качества. Тем временем на стрельбище с Вияго состоялся розыгрыш четвертого этапа Кубка Республики по стендовой стрельбе. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, которые разыграли 5 комплектов наград. Среди женщин самой меткой оказалась Анна Колесникова, Екатерина Комарова завоевала серебро, Софья Корчагина получила бронзу. Стрелки соревновались по программе 125 мишеней. Среди мужчин лучшим стал Олег Вахторов, серебро досталось Артему Гдотову, а Илья Кушагин стал третьим. В турнире юниоров лучшим стал Александр Филиппов. К другим темам. Во дворце водных видов спорта Казани впервые состоится первенство Европы по прыжкам в воду. На соревнованиях ожидается участие около 170 спортсменов из 25 европейских стран. Состязания проводятся каждый год в двух возрастных группах. В категории А это 16-18 лет, а в категории Б 14-15 лет. Программа включает в себя индивидуальные синхронные прыжки с трехметрового трамплина и 10-метровой вышки, а также командные соревнования. Отметим, что в 2017 году первенство проходило в Бергене в Норвегии, а в прошлом году турнир принимали хейтинги. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В начале выпуска интересная информация. В Данилмастер новая акция. Не пропустите. Только в июне при заказе шкафа-купе комод в подарок. Подробность уточняйте по телефону 2-167-166. Адрес Казань, Восстание, 23. Сильное напряжение. Тревожность. Комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями днем и восстановит сон ночью. «Санатон». Саната ваших эмоций. Компания «Биотек» представляет комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон». «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями и восстановит сон. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 19 июня на юго-востоке Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Местами с дождем дневная температура 23 градуса. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также без осадков не обойдется. Плюс 24. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске до 25 тепла местами с дождем. Для северо-запада 19 июня будет теплым. Плюс 24, но дождливым. На юго-западе также пройдут дожди ночные часы и днем. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши столбики термометров покажут плюс 22 временами с дождем. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В «Доктор Ост» обращаются самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 30 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. ЖК «Грин» приглашает на открытие продаж третьего дома. Вас ждут угощения, развлечения и выгодные предложения. 25 мая в 10 утра на «Архитектора Гайнудинова, 26». Телефон в Казани – 233-03-03. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академии правосудия в Советском районе. Это последние квартиры в сданном доме и выгодные цены. Звоните в ЮЭТ – 233-03-03. В Казани ожидается переменная облачность. Днем местами возможен дождь. Температура воздуха – 23-25 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртудного столба. Влажность воздуха – 62%. Днем ожидается магнитная буря. Берегите себя. Цветоводы Казани приглашают на ярмарку цветов во дворец химиков 18-19 июня. Приобрести посадочный материал и получить консультации специалистов вы сможете с 10 до 18 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова